Девушки отдыхают Здесь новички, среднички, полупрофи Есть и даже полубоги Если это смешно, лишь на один канал веду дороги Шипаков, Шипаков, Каладжана, Марина Кравец Наши наставники, не пропусти, тебе по-любому понравится Все, кто увидит это, будут смеяться до потери пульса Именно поэтому я и вернулся Этот день настал в финал Лиги Городов Сегодня за 7 дней до Нового Года Произойдет главная развязка сезона И вот они Посидевшие, сгрызшие ногти Расшатавшие все кресла Наставники нашего шоу Которые буквально на руках Донесли до сегодняшнего дня 4 команды Артем Калайджан, Марина Кравец, Сергей Светлаков И Алексей Щербаков Они сегодня здесь и будут выступать на этой сцене вместе со своими командами Но прежде чем мы начнем, у меня вопрос Ты настолько сильно не хотел выступать, что делал все возможное, чтобы не выходить на эту сцену? Я сделал все возможное, чтобы на нее выйти, так скажем Каскадерские дела не мои оказались Это не помешает выступлению твоей команды? Оно его сильно изменит Интрига Друзья, не скупайте в овациях этих 4 невероятных артистов Которые весь сезон Реально нервничали Реально не спали после съемок Потому что это невероятная ответственность Сегодня они повышают планку Потому что выйдут на эту сцену С теми, кого они сами выбрали Взрастили, полюбили И не смогут теперь без них жить Артем Калайджан, Марина Кравец, Сергей Светлаков и Алексей Щербаков Можете отдыхать и идти готовиться к выступлению Спасибо Ну хорошо Если наставники сегодня участвуют в соревновании Кто же тогда будет выбирать победителя первого сезона Лиги городов? Друзья, позвольте представить вам жюри финала Тина Кандалаки, Александр Жаров, Константин Обухов и Павел Воля Класс! Ну, во-первых, аплодисментов, может быть, еще больше Они ни разу не приходили Но Но Они здесь, и поэтому Это большое счастье Впервые за весь проект обращаюсь к человеку, сидящему в этом кресле на «Вы» Иначе никак, если я хочу продолжать здесь работать Генеральный директор «Газпром Медиахолдинг» Александр Жаров За спиной успешного мужчины всегда стоит женщина Эта женщина стоит за успехом огромного количества мужчин И женщин И за мной даже периодически приглядывает Заместитель генерального директора холдинга И генеральный директор телеканала ТНТ Тина Кандалаки Продюсер таких шоу-каналов ТНТ, как «Выжить в Дубае» Шоу воли, вызов, но для нас Самое главное Он продюсер проекта «Лига городов» Константин Обухов Ох, рези... Хорош, хорош Мои пришли, мои пришли Хорошо, что у Кости много родственников, правда? Резидент Комеди Клаб Стендап Комикс Звезда канала ТНТ Ведущий огромного количества шоу Поэтому я сегодня даже немного в напряжении Но, тем не менее, как бы он меня не подсидел Павел Воля! Здравствуйте всем, ребята! Всем хорошего вечера! Ох, ну что? Дорогие долгожданные судьи Расскажите о своих ощущениях Насколько сейчас нервно для вас Вот это пребывание в креслах наставников? Или вообще никакого напряжения? Ну, я как продюсер скажу Ты не представляешь, как я волнуюсь Я же видел все С самого начала пути Из того, как команды приходили на кастинг И как они готовились сейчас Ну, короче, волнение выше, чем у всех остальных Что ты делаешь для того, чтобы успокоиться? Ничего! Сделайте для него Еще раз Спасибо! Это работает! Отлично! Тина! Когда это шоу задумывалось Мы с Александром Александровичем Всей командой Костей Ребятами Продюсерами Аркадием Вадаховым Много говорили про то, что Лига Городов должна стать Фундаментом нового юмора На телеканале ТНТ Откуда пойдут новые звезды? И сегодня вопрос Не только в том, какая команда выиграет Конечно, это важно На кону слишком большие деньги Но вопрос в другом Станет ли эта команда Командой новых звезд? И в первую очередь сегодня я хочу посмотреть Кто эти новые звезды ТНТ Эти 25-летние ребята Которые, дорогой мой Павел Нам с вами это надо понимать Рано или поздно придут на смену нам Ой! Ой! Как после этого не волноваться? Да! Очень страшный, но очень интересный ответ Александр А зачем сегодня здесь вы? Не, ну во-первых Мы все себя ощущаем Клумбой прекрасного цветка Который находится вот у нашей королевы Во-вторых Ну это Да, спасибо Во-вторых Безусловно, Лига городов Как уже сказала Тина Это системообразующий проект Безусловно, Лига городов Дает новую кровь телевидению Не только ТНТ Телевидению России Потому что это молодые люди Которые продолжают прекрасно шутить Как шутили все предшественники Не знаю, начиная с Аркадия Райтикина И Михаила Жванецкого Я очень верю, что вот этот уровень Российского юмора Тонкого, острого Жесткого Но не пересекающего Грань пошлости Сохранится в проекте И я верю, что Лига городов И программы, которые возникнут Вокруг нее Станут основой телевидения Развлекательного телевидения будущего Класс, спасибо огромное Александр Жаров, друзья Я понятия не имею, что ты после всего этого Будешь говорить Ну, во-первых, я волнуюсь Но это только после Тининой фразы Что тут кто-то выступает на замену нам Ну, а вообще, если честно Кроме волнения Мне очень нравится То, что я сегодня здесь В этом качестве Я на телевидении Сижу Это очень приятно Обычно я стою вот на этой сцене Павел Воля, друзья Ну что Давайте я расскажу вам Вам И зрителям Что у нас будет происходить Итак, у нас будет два конкурса В первом Команды выступят со своими наставниками А во втором С приглашенной звездой С кем конкретно Пока сюрприз Лига городов Финал Если вы готовы Мы начинаем Давайте Первая команда Которая выйдет на эту сцену Будет команда Марины Кравец Встречайте Из города Чулым Столик Поднимите правую руку А теперь левую Сдавайтесь Вы окружены Чулымским обаянием Я изначально понимала Что это одна из самых сильных И перспективных команд Когда мы шли в проект Цель была только одна По-любому надо дальше проходить По-любому А в идеале Надо побеждать Но мы сейчас находимся На той стадии Когда это правда возможно Вы представляете Как в Чулыме обрадуются этому Да? 10 тысяч населения А мы привезем туда 10 миллионов Они наивные И в этом их Большая часть обаяния Все наставники боги А наша богиня Самая лучшая В мире Марина Ну какой-то материнский инстинкт У меня в их адрес Имеется, если честно Мы надеемся, что после проекта Мы с Мариной Все так же будем дружить Ездим к ней домой Они очень смешные Ты кто? Гринч Ворую праздники Гриша Ворую в праздники Коллеги В Новый год Сбываются мечты Участников шоу Это кто такие? Шоколадные Деда Мороза Никакого соревнования И соперничества Можно выдохнуть И насладиться Атмосферой праздника Но при этом Есть шанс Получить 1 миллион рублей Кто более новогодний Тот и заберет Потом этот приз Лига городов Новогодний выпуск 31 декабря В 18.30 Сейчас особенно хочется узнать Как вам выступление На ТНТ Первая команда Которая выйдет на эту сцену Будет команда Марины Кравец Встречайте Из города Чулым Столик Пре Петрунько море Малаймо Пре Петрунько Малаймо Ме Се йодзиме море Йобидо Се йодзиме Йобидо Ме Нигде йоро море Не найдо Нигде йоро Не найдо Ме Ваше село море До прием Ваше село До прием Челыми населения немного Людей у нас всего 10 тысяч И если выиграть 10 миллионов То всем челым Соврастать им по тысяче Зачем запутаться 38-50 Зачем влади Кавказу этот чилик А наши смогут целый стол накрыть И с удовольствием идти в бассейне Готовились вместе к финалу Ага, только вчера объявилась Ночами не спали, не ели По ней же прям видно голодная Ребята уж не стали как родные Кать, улыбайся Я Даша Встречайте столик из Чулыма Ну здоров, Москва! Да, классный у нас составник, да? Да, да, да Ребята, это че такое? Так, мне не нравится, что Марина выступает с нами Все, выбирайте Либо я, либо она Она Нет, ну вы подумайте и скажите Она Паш, ну ты же мой парень, скажи им Так, пацаны, важное решение Либо Даша, либо Марина Ну, Марина Марина Ладно, останемся обе Но только ради вас Марина, Марина Я сказал привет Мариночка, привет! Я все слышала Ну вот они, запятая Моя любимая команда Столик из Чулыма Восклицательный знак Смешная, запятая Придурковатая команда Восклицательный знак Офигеть, вы сценарий выучили Ну так Профессионал Ну что ж, ребята Я готова сделать из вас конфетку О, у нас с Чулыми тоже есть шоу-конфетка Серьезно, и в чем суть? Ну мы, короче, бегаем по кладбищу Я поняла АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, Марин Ты не знаешь, в какого числа мне зарплата придет? Что? Ой, не с того начал Возьми меня в камеди Салбон, я просто не решаю такие вопросы Ну надо решить Если не возьмете, меня же руками и ногами оторвут Я просто на такие увечья поспорил Салбон, а ты не охренел? Ты что на себя одеяло тянешь? Мы вообще-то команда? Точно, команда Надо всех, конечно Наша команда, мы же как трусы Ты нас сейчас подтянешь, а мы тебе потом попу прикроем Ребят, ну я как бы Такое не ношу Давайте так Я вас в камеди, конечно, не возьму Но пару номеров мы сегодня здесь вместе покажем Хорошо? Ну конечно, конечно Конечно Столько радости, естественно Да что хорошего-то? Нравится мой Пашка? Вообще-то у меня муж есть А муж случайно не Пашка мой? Нет Ладно, мир тогда Слушай, Марина, ты в камеди всех знаешь? Ну конечно всех Даже уборщиц Да Ну и как меня зовут? Даш, смотри, немножко странный диалог получается Давай номера показывай Нет, подожди, еще вопросик А сколько ты зарабатываешь? Даш, это было грубо А что значит не твое собачье дело? Это значит, надо к номерам переходить побыстрее А когда ты на канделаке голубцы ест Ребята, номера А звезды тоже заказывают доставку Вы Марина Кравец? Да Я вас узнал Вы же только что нормально разговаривали А, политика компании, иначе меня уволят Вот, в общем, ваш заказ До свидания Подождите, подождите Это не мой заказ У меня из пакета должны торчать Рукола, ананас, багет Это не мое А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал Что там у вас было? Помело Ну, я морковку грязную купил Продавщица ее помело Вот, однопроцентный кефир 99 я выпил Сыр фета Я прогуглил Фет умер, поэтому сыр козы Что там еще? Так, а Корень имбиря Ну, пускай будет 64 Так А Ну и родственницы курицы тоже там Кто? Ну, как просили, куркума Не знаю, кума, не кума Может, заловка вообще Вот, эчпочмак Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак Эчпочмак Эчпочмак, почему вы не просили? Эчпочмак Как для себя готовил Слушайте, вы знаете Я все-таки эти продукты есть не буду Вы уж меня простите, ладно? Опа Не понял, а что началось? А, звезда Небось, наверное, куртка есть Белая, да? Зимних, наверное, вообще две Сковородка эта крутая на кухне С красным прицелом посередине, так? Чего началось? Марин, корона не жмет? Какая корона, Солбун? Так, стоп номер, ребят Вы что, вы правда обо мне вот так вот думаете? Да я же обычная Я же как все, как вы Я простая девчонка Родилась в Петербурге В Ленинграде Дашу дарю сейчас Я же как все Я за старшими одежду донашивала А у меня два старших брата Вот ты Хотя бы раз в жизни Ходила на свидание В Маринку В Берцах Я же как все Если мне зубы лень чистить Я просто из тюбика пасту в рот выдавливаю И так вот Гар-гар-гар-гар-гар-гар-гар-гар-гар Плащу Я же вот Если дверь в подъезд закрывается Я так шмыг пытаюсь проскатить Чтобы она не дай бог меня не задела А потом стою и думаю Ничего себе я ниндзя И да Я люблю цитировать мемы Серьезно? Ну как вам сказать Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит? корона да я может вообще вам завидую вы чтобы попасть в лигу городов потратили три года а я 20 марин ты что обиделась да я просто хочу чтоб каждый из вас понимал вот ты 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 посмотри-ка круто вместе разыграли обиду уже на приколе с вами я марина марина кравец на встрече выпускников ну и в итоге мы не вот так и продали марина у тебя чё как дела ну я сейчас москве живу у меня знаете так много красивых платьев косметики сумок самых дорогих карьерова все в гору я не поняла чё-то номер про меня играю не я ой марин этот номер лучше до конца досмотреть ну вот такая вот у меня жизнь я повторяю вопрос почему играю не я сумки у меня разные я даже голову с мылом мою на телевидении работаю карьера в гору пошла вот такая у меня жизнь ну чё сидим сосить ну что марин понравилось с нами выступать нормально слушайте ребят мы не так давно знакомы но уже столько всего было в общем я хочу вам сделать небольшой подарок я знаю вам точно очень понравится можно пожалуйста спасибо вы знаете за это время было все тяжело наверное да немножко спасибо кстати салбон правду говорит было и тяжело было и грустно и весело было по-всякому но вы знаете каждому из вас я бы хотела сказать спасибо салбон ты фантастически талантливый вот то что ты делаешь залом это просто невероятно причем зал как бы говорит постой пощади не надо ты все равно продолжаешь артега отойди пожалуйста я не вижу там кто-то а паша да там паша стоит пашечка ну ты вообще у тебя есть все талант дашка кепка что еще надо артем ты когда выходишь на сцену ты когда выходишь на сцену уже слава богу а когда уходишь зал просто аплодирует шикарно добрый путь никит севцов да зрение минус 4 ванечка тоже здесь ну в общем ребят я просто хотела сказать вам спасибо может и вам есть что мне сказать да конечно мне что сказать я вообще к светлакову хотела а не в эту вашу лигу городов ну дашка ничего себе так с кваса размотала я марин на самом деле у нас для тебя тоже есть подарок да конечно мы его подготовили это обычный столик обычный который символизирует нашу команду да он старый ему много лет он такой подшарпанный в сколах в пятнах но из чулыма потому что вот и этот столик никому не нужен был пока не появилась ты и вот только благодаря тебе на этом проекте у нашей команды получилось по-настоящему раскрыться и расправить свои крылья поэтому марин за все за весь сезон нам осталось сказать тебе только одно я сейчас сдохну все сидим танцуем солнце тонуло в море цели облака пока пальмы на голову и pave самое так чтобы там а Это был «Столик» и неподражаемая Марина Кравец. Ну что ж, пришло время проголосовать. Иван Васильевич меняет все. 31 декабря в 20.30. Боже мой. Мэтью Макконахи. Бенедикт Камбербэтч. Николас Кейдж. Кеша. На ТНТ. Дорогие друзья, я прошу вас поделиться впечатлениями от выступления. И, конечно же, после этого нажать или не нажать кнопку. С кого мы начнем? Паш, давай с тебя. Давай. Ну, во-первых, первым сложнее всего выступать. Потому что потом будет понятно, с кем вас сравнивать. Поэтому мне бы хотелось отметить это сразу своим голосом. Класс. Предельно ясно. Спасибо. Павел Воля отдал свой голос команде «Столик из Чулыма» и блистательной Марине Кравец. Тина. Хорошо. Хочется, честно говоря. Но давайте начнем с самого главного. Вы знаете, мне очень нравится, что Лига городов дает возможность быть увиденными и услышанными ребятам из маленьких городов. Это самое главное, ребят. Это с одной стороны. Но вы приехали, вас увидели, и команду «Чулым» знает вся страна. С другой стороны, извините меня, конечно, но когда ты выступаешь на сцене с такой актрисой, как Марина Кравец, это очень тяжело. Марина, ты сегодня ведущая номер один на российском телевидении. По уровню интеллигентности, по уровню диапазона, ты настоящая большая бродвейская звезда. Как ты поешь, как ты двигаешься, как ты танцуешь. Какое количество премьер с Мариной Кравец вас всех ждет даже в этом году. Особенно не пропустите новогоднюю ночь. И вот когда вы на сцене оказываетесь рядом с такой актрисой, как Марина Кравец, ей надо, ребят, соответствовать. Только один человек в вашей команде может хоть как-то приблизиться к этой звезде. Это Солбон. Все остальные, ребят, не обижайтесь на меня. Вы выбрали наставника, и это большая смелость. Вы хотели дотянуться до этой звезды. Но я считаю, что в этом выступлении вам это не удалось. А вы хотите сегодня получить 10 миллионов и доказать всем, что вы лучший из лучших. Вот по первому выступлению я, к сожалению, это сказать не могу. Лучшая Марина Кравец. Извините. Спасибо тебе. Спасибо огромное. Справедливая Тина Кандалаки. Кость. Даша, я хотел начать с тебя. Потому что абсолютно справедливо все, что говорит Тина. Тяжело быть рядом с такой прекрасной актрисой и с таким комиком, как Марина, который занимается этим действительно, как мы сегодня услышали, 20 лет. Вот. Но ты справилась. Мне кажется, что... Из всех, кто стоит на этой сцене, тебе было тяжелее всех. Что касается команды, я абсолютно согласен с Тиной. Я думаю, что... Команда должна быть самостоятельной, независимо от того, кто к ней приходит. И мы об этом с вами много говорили. Но я знаю, как вы к этому шли, поэтому я проголосую за вас. Ух ты! Константин Обухов дарит свой голос команде «Столик» из Сюлыма. Подопечный Марина Кравец. Александр. Повторяться не хочу. Скажу три вещи. Безусловно, это был бенефис Марины. Я вам аплодирую, безусловно. Это было блестяще. Второй момент, который меня даже, наверное, поразил, это самоотверженность Даши. Как она не сдавала сцену Марине, это было достойно уважения. Я вам аплодирую. Спасибо большое. Поскольку за командой я наблюдаю с самого начала, Солбон, маленькая ложка дегтя, вы сегодня немножко были актер-актерыч, и вот той искренности игры, той искренности самоотдачи я немножко не увидел. Но девушки спасли ситуацию, и я свой голос отдаю. Спасибо. Вау. Голос Александра Жарова отправляется в копилку «Столик» из Сюлыма. Итого три балла у «Столика» и «Марины Кравец». Аплодисменты, друзья. Мы довольны результатом. Это, мне кажется, очень хорошее. Результат три балла из четырёх. Тина абсолютно права, я не про ту часть, где она меня восхваляла, а про то, что, может быть, да, действительно, она, как объективный зритель, как человек, понимающий в сценическом искусстве, она заметила какие-то моменты, которые она не могла не оценить для себя. Поэтому всё объективно для каждого члена чюри, а для нас очень приятно, мне кажется, результат. Сейчас на сцену выйдет «Моя команда». Город Владикавказ со своим наставником Артёмом Калайджаном. Я очень горжусь, что Владикавказ попал в финал. Тут даже думать не надо. Я не прогадался. Мы просто ехали кайфануть и докайфовались до финала. Вот и всё. Они правда какие-то весёлые, классные, придурки, забавные. Я получаю удовольствие, когда мы просто время проводим с ними. Мы не опытные, мы мало играем вообще вместе. Можно секрет расскажу? Мы до Лиги городов два раза вместе выступали. Команда «Находка». Вот их надо, ТНТ надо беречь, Владикавказ. Сейчас мы выходим на сцену, просто показываем то, что мы приготовили со 120% энергии. И потом уходим довольны. Не важно, выиграли, не выиграли. Главное, довольны. И уезжаем домой обнимать матерей. Да! Вина! Главное, довольны. Главное, довольны. Главное, довольны. Главное, довольны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Артём, мы можем начинать? Будешь семечкой? Нет. Зря. Знаешь, сколько эти семечки сейчас каналу ТНТ обходятся? А если тебя кипятком залить, ты не... Не-не-не, мы уже пробовали. Ты знаешь, что муж Марины Кравиц, генеральный продюсер ТНТ? Как думаешь, кто сегодня выиграет? Ну ты же у нас есть. А я в телевизоре шутить не умею. Как мне рассмешить Канделаки своей зарплатой? Как мне рассмешить Жарова зарплатой Канделаки? Как вообще с ним шутить? Он генеральный директор Газпром-медиа. Ему если что-то не понравится, он мне и газ и телевизор одновременно может отключить. Артём! Артём, ты куда? У меня сушняк, пойду воды попью. А мне что делать? Объяви команду. Как Родригес? Как можешь. Уважаемая полноценная публика, встречайте, моя команда! ПОЮТ НА АНЕЦЕВАНЬЕ! Сделают никто, а надо думать. Здравствуйте! И! На нас не направляют! Поклопали! ГОЛОССКАЯ СИ opening Перед вами осетины. А вы знаете, какие мы классные? По нам, когда мурашки бегают, по ним самим мурашки бегают. Пацаны, у меня у бабули телевизор сломался. У него чёрный экран, её только сверху показывает. А я хочу привет передать. Поможете? Конечно, да, без проблем. Бабуля, привет! Как дела? Я на ТНТ приколь. А можете меня вот до неба подкинуть, чтобы я другой бабули привет передал? Чтоб ты другой бабули привет передал, можем тебя вообще не ловить, давай? Не, 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 не надо. Что вы делаете? Не бросите, пацаны. Это сегодня важная игра, там наставник переживает. А в финале можно наставника менять? Почему? Ну, я фотку его паспорта нашла. Это что, реально? Это что? Это кто-то нейросет попросил человека и горчицу соединить или чайниками просто. По-братски уберите, но я только жениться собрался, пожалуйста, уберите эту фотографию. Да смешно же. Ну смешно, но пожалуйста, я тебя прошу. Помоги выиграть, выключим. А я помогу, клянусь Щербаковым. А поддержать мою команду, моя команда, я сегодня пригласил Тину Кандылаки. Красивая, а внутри добра, добрая, ласковая, так зацепила улыбка твоя. Красивая, а внутри добра, добрая, ласковая, так зацепила улыбка твоя. Я извиняюсь, у нас на выступлении 7 минут всего лишь. Добрый вечер, я диспетчер. Обожаю юмор. Тина, извините, у меня к вам вопрос. Как у вас получается одновременно в двух местах быть и здесь на сцене, и в жюри? Почему в двух, в трех? Я сейчас еще дома для мужа лобби оготовлю. Раньше играли в КВН, становились звездами и уходили на ТНТ. Лига городов — это уникальнейший проект, где вы играете сразу в КВН на ТНТ. И если кто-то куда-то отсюда захочет уйти, я его мамину маму найду. Бабушку вы имели в виду? Да, солнышко, бабушку. И объясню, как нужно воспитывать молодежь. Сегодня финал самого масштабного юмористического шоу страны, где победитель получит 10 миллионов рублей. ТНТ, почувствуй нашу любовь. Все. После финала не расходитесь, будем еще барашку варить. Хорошка. Чтобы это был наш самый бедный финал. Семь канделайки. А вам пора кайфовать. Что? Кайфовать. Не понял. Кайфовать! Друзья заказали своему другу проститутку. За бонусы спасибо. Ну что ты стоишь как вскопанный? Что, первый раз? Да нет, просто я... Хочешь грудь потрогать? Ну, можно попробовать, не знаю. Мимо. Хочешь грудь. И как тебе? Что ты за женщина? Аккуратней ходи, быдло. Замолчи, женщина. Так, подождите, подождите. Стоп, 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 стоп. Мне в зале понравился один человек, я хочу подарить цветы. Все постоянно говорят, что счастье любит тишину. А я хочу, чтобы на нас, глядя, плакал Голливуд. Тина, это тебе. Просто я боюсь, если я встану, будет выглядеть как свидание. А до тех пор, пока я сижу, мой муж может не волноваться. А, ты замужем? Ты знаешь, ты первый раз. Не в первый? Да. Ну, значит, и не в последний. Пошли. Все, Тин, подержала букет, давай сюда. Спасибо. А я думал, ты никогда не кидаешь никого. Так. В нас не кидай, аккуратнее. Мы все замужем и женаты. Причем счастливо. Не мешай мне выступать, пожалуйста. Лови. Все, кто поймал, тот лошара. Передавай, передавай, передавай. Передавайте вниз, чтобы до вашей воли дошло вот сюда. Артем! Ау. Че, ты идти на стену сюда, быстро? Я здесь, че такое? Не, в натуре, Артем, блин, с такими шутками, блин, тебя судить можно. Реально, давайте судить хорошие. Давай, 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 давай. Лига городской районный суд обвиняет Артема Колледжана в том, что он плохой наставник. И приговаривает его к исправительным работам на ТВ-3. Или к строгому режиму заключения ВК с миллиардами просмотров, которые никто никогда не увидит. Не, не, я не хочу, мне нужен адвокат. Адвокат! Я спасу тебя! Я бесплатный адвокат от государства. А почему ты в костюме Человека-паука? Я профессионально запутываю дела. Можно мне другого адвоката, пожалуйста? Нет! Подсудимый! У вас пьес последнее слово! Да за что, блин, я же вам помогал! Где ты нам помогал? Ни хрена себе, я канделаки на ТНТ привел. Артем, ты ни одного смешного номера не показал. Да потому что мне не смешно. Вот эти вот случаи там, случаи здесь. Вот это вообще что такое? Похлопали, 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 похлопали. Ладно, если бы здесь Яна Кошкина стояла, и вы ей по жопе похлопали, 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 похлопали. Хорошо, что тебе смешно? А вот мне смешно взять Человека-паука перевернуть, ноги как рогатку вот так поставить, трусняк его натянуть, как в Angry Birds курицу закинуть, как запустить по чулыму такое тоже нельзя показывать да почему пусть сделать мне самому интересно ты инфантильный безответственный 35-летний ребенок да ладно я понял все реально я вам не нужен вы и без меня классная смешная самостоятельная команда все я больше не лезу что у вас дальше финальная песня до пойти городов лига-лига городов кайфовать это юмор по оттокам от солнца мы верили в то что однажды добьемся смайл everybody are you ready наши пари мы кайфуем на сцене а вы в этом зале кайфовать кайфовать я не понял спасибо он все таки это сделал там же родригес пойдем быстрее ну что ж время проголосовать время поделиться своими впечатлениями и конечно же возможность отдать свой голос этой команде или нет тина только в новогоднюю ночь комедий клаб превратится в комедий видение в отличие от европейского аналога бороды будут только мужчин а юбки только у женщин праздничные кавер версии хитов и неожиданные дуэты с резидентами комедий клаб новогодний выпуск 31 декабря в 11 вечера на тнт время проголосовать время поделиться своими впечатлениями и конечно же возможность отдать свой голос этой команде или нет тина а вы знаете я как регулярный зритель программы лиги городов слышал очень много шуток в адрес квн но я выросла в советском союзе где я еще помню когда на сцену квн выходили даже грузин были армяне были грузины было много разных 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 команд которые давали невероятное ощущение огромной страны вы знаете много причин будет позже сказано зачем нужно было сан саныч придумать лигу городов но в том числе для меня одна из причин и мотив чтобы эта программа существовала на телевидении то что сегодня команда из владикавказа берет себе в банду грузин вот ради этого стоило лигу городов придумать этого очень не хватает на самом деле нашего интернационального юмора мы огромная страна мы разные нас много а у команды есть общий стиль и команда и без соответственно тебя артем смотрится цельно со своей интонацией но конечно когда идут гэги понятно что вы команда которая может держать зрителя минут 20 но не факт что вы можете например дать большое цельное выступление и держать зал час или два ну собственно говоря ради того чтобы понять что вы еще можете предложить я бы хотела посмотреть на то что будет следующем вашем выступлении поэтому дам вам шанс класс голос тина кандалаки кармане команды из владикавказа александр я скажу так это было выступление командное и причем она состояла из двух частей если в первой части артем тащил команду за собой начало было просто огненное и тут был молодец артем к сожалению для артема вторая часть а когда когда команда тащила артема и были провалы но вот это именно ощущение командной работы и то что сказала тина возвращение ощущения большой страны для меня важно поэтому голос я свой отдалить спасибо еще один голос в копилке моей команды константин обухов сегодня и в жюри я сижу с двумя своими руководителями это стенатин гиевны с александром александровичем и самое сложное для меня перечить им но я попрошу у вас этого разрешения ребят я обращусь к вам не хватило как раз вашего юмора вот та разница между юмором который вначале как справедливо вы заметили был артема и у тамары дальше был по мне был спад и вы не про не продавили я очень люблю вашу команду очень хочу чтобы пришли второй сезон но сегодня вот на данный момент артем и тамара вас переиграли поэтому свой голос к сожалению вам не отдам тебе нет артем будем играть до конца спасибо костю павел воля хорошо тем когда мы с тобой поплотнее и посерьезнее познакомились на съемках выжить в дубае у нас был такой разговор свое время и ты сказал что ты смешной только в кино потому что там специальный кадр а в жизни у тебя не получается я и тогда на съемках проекта убедился что это не так а сегодня я при всех подтверждаю что ты смешной не только в кино тамара тебе спасибо за эту фантастическую пародию тим тебе как похоже было паш ты знаешь очень похоже так было классно так было четко и так было точно что даже страшно было на саму себя смотреть вы потрясающее тебя спасибо ребят по поводу всего выступления это было очень интересно вы вываливались из общей формы несколько раз это был целый каскад эмоций начиная от оригинального начала заканчивая оригинальной концовкой выходы в зал куча импровизации но и самое главное вы в целом смотрелись очень цельно и не вываливались из невероятного таланта артема куда-то так чтобы это было сильно заметно я голосую за и того моя команда и артем коллайджан получают три балла за этот конкурс аплодисменты команде дадим вам возможность подготовиться к следующему этапу финала спасибо ребят ну нормально что я вас поздравляю мне кажется что формирует отлично да 1 2 3 кайфанули вот теперь встречайте чемодан и алексей щербаков не было я не знаю как у вас не было цели доходить до финала выигрывать она как будто бы появилась уже потом сама собой но вообще не согласна абсолютно стремление к победе я вижу несмотря на то что люди играли в хвн они все равно могут успеха в юморе добиться поиграли в высшей лиге 10 лет не давя нажалось возможно это наше там финальное какое-то выступление вообще в целом как такого юмористического коллектива и наверное победа это самое яркое что может произойти вообще с этой командой за всю историю в любом случае я переживаю за них больше чем за других потому что я их видел больше чем других я с ними хотя бы знаком я ребят знаю и я знаю что они победят я финале болею за чемодан я тоже наверное чемодан я хочу чтобы победил чемодан поэтому сегодня у нас финале стоит сложнейшая задача переплюнуть самих себя еще троих соперников ну да и мадан финале господи как стыдно и чербаковы создам мой поеду наше выступление лучше бы я умер но за петушары капалины пухты сам петух что поустраивали здесь чё лёг как тебе песня отвратительно задело меня за самое живое не оправлюсь никогда мне больно пойду переживать лёг ну куда ты пошел иди сюда давай выступать сколько по времени пять минут твою мать что это больше чем я хочу на пять минут лёг соберись мы против нас огромное количество крутых команд кто против вас играть его но сейчас по ходу ты так что я же вас ты можете нормально вести или нет а шо ты разочаровался что ты переживался я вас там сидел выбирал все было смешно или вы не смешны смешные или вы не смешные смешные или вы не смешные или вы не смешные смешные а вы шутками отвечать можете можем лёг ну всё давай с нами в миниатюрах участвовать я никогда не хочу однажды играл и вице мне не понравилось я так что знаете я там постою побуду погляжу если вдруг какая бомба и все встанут овации тогда как будто это я и написал а на самом деле подожду если понравится я где-то рядышком нормально он же не вернется абсолютно верно квартире антонио пандерас фильме на краю света чё алинка вот изменила бы мне с антонио пандерасом конечно нет не ну давай чисто теоретически представим что вот он здесь квартире изменила бы ну возможно я антонио пандерас сальма хаек алина никонова тебя-то я искал вы вы чё скоты я щас ментов вызову что будем делать не переживай алина никонова далеко не уйдет и и и Он ушел. Так, давай я попробую. Не только стомик так может это шуток считать. Мы продолжаем выступление. Мы хотим побеждать. Все, все, все. Хватит столик пародировать. Шутить же надо. Точно. Тем более на кону 10 миллионов рублей. Круто. Получается после финала с миллионером пересплю. Алиночка, ну это зависит от того, выиграем мы или нет. Нет, Темочка, это уже ни от чего не зависит. Ах ты какая. Так, голубки, вы как собрались без Лехи выигрывать? Савва, да пофиг уже на Леху. Мы в финале Лиги Городов. Да мы уже сами звезды. У нас скоро интервью брать будут. И я буду первая. Денис Собчак. Да не, это проститутка из самого лучшего фильма. Приятно узнают. Так, Собчак на ТНТ. Какой сейчас год? Савва, ну видно же тяжелый. Ксения, вы зачем пришли? Я пришла взять интервью, которого никогда ни при каких условиях не будет. Ну получается... Стул мне! Ты че, придурок, сюда ты его поставил? Тина, я специально села подальше, просто ты же знаешь, я за языком не слежу. Это мы типа сосались. Тина, я че решила взять у тебя интервью-то? Ты же знаешь, как я люблю копаться в нижнем белье и брать интервью. Да, так себе у вас здесь. А помнишь мою предвыборную кампанию? Вот это было действительно самое масштабное юмористическое шоу страны. Ну я не переживаю, нет, у меня все хорошо, ведь я русская, со мной богомолов. Ого, это вас что, проститутка из клипа Тимати? Или жена Гитлера из фильма Гитлер Капут? Постоянно путаю. Ты че вышел-то? Мне понравилась миниатюра с Мадересом, вот такая история, буду играть в ней. В смысле ты будешь не играть? Я буду в ней сниматься сейчас. Так мы ее уж показали. Я нарушаю правила, в конце концов, каждый день. Посмотри, гори на вечер, лари в фиолет, на реале там, тебе любимый, посмотри, гори на вечер. В квартире. Ну че, Алина, из... Нет. А если бы он... Здравствуйте! Вы че, дебилы, зачем вы меня в Антонио надели? Я хотел кукол доиграть. Да все, Алина, подвигайтесь уже! Ты самый беспонтовый в мире наставник. Ты с нами даже ни разу не репетировал. Так радуйся! Все остальные команды выдумывали конфликт, что типа, мол, кто-то не отрепетировал, кто к ним не пришел, а я вообще правда не был. Все, Лех, короче, мы с ребятами подумали, и уж лучше без этих десяти миллионов, ну и без такого наставника, как ты. Пошел нафиг! Ну и идите! Только знайте, что есть на свете ветер КВН. Пусть не решит тот ветер всех проблем, зато он дует, как японский фен. И ясно всем, что легче всем. Вот тебе мгновенно забываются, КВН пришел! Ветер дует, люди улыбаются, это... Петушня! Ребята, хватит! Прекратите! Что-то упал! Да почему ты все время КВН грязью поливаешь? Ни разу в жизни! Ни разу? Это что за видео? КВН, я сижу, сужу лигу городов, которые похожи на КВН. Все так? Да. Ты как, переобуваешься слишком быстро? Я вообще не переобувался. КВН, я ебан. Лига городов чем отличается? Название. Леша, а вот сейчас действительно вопрос ребром. Я обычно не чавкаю. Это что за хрень была, а? Лех, знаешь, нам с ребятами очень обидно то, что ты говоришь. Мне 34 года, я 17 лет из этих 34 играю в КВН. Понимаешь? Для нас это не просто игра, это наша жизнь. Понимаешь? Мы с ребятами просто хотим идти к своей мечте. Это сложный путь, мы многим жертвуем. Понимаешь? Но таких, как мы, миллионы. Друзья, ну давайте так. Вот если в зале есть человек, который хоть раз в жизни играл в КВН, встаньте, пожалуйста. Давайте Лехе покажем, сколько нас. Давайте, вставайте, не стесняйтесь. Видишь, даже жюри встало. Видишь? За что там говорить? Ребята, команды, идите все сюда. Выходите. Тех, группы, продюсеры, вы же тоже играли в КВН. Леха, понимаешь, ты обижаешь не КВН, не Лигу городов, ты обижаешь людей. Нас много. Мы же тебя ну и че ты молчишь? Он не играл, сидит. Ладно, конечно, вот это да, вот эта ситуация, так ситуация. Попал. Очень стыдно, настолько стыдно, что даже по мне и не скажешь. Но стыдно очень сильно. Погорячился, бывает. Погорячился. Человечек такой. Погорячился. 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 Девушка без пальцев странно. Погорячился. 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 Ну что, ну что, простим его? Простим, конечно. Почему бы? Мы тебя видим. А, извините, погрячился. Погорячился. Погорячился. Фу, какая мокрая рука. Че ты делал? Погорячился. 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 Как камень с плеч. Погорячился, погрячился. Дэнни Треха, погрячился. Погорячился, погрячился, погрячился. Фу, давай. Погорячился, погрячился, погрячился. Пашка, видел твое шоу, но ты погрячился, конечно. Тина. Прости, но ты не играла вроде. Ты не играла. Выступала с казахами. Ты потом в бассейн сразу? Да, сразу. Господин Жаров. Господин Чербаков. Жаров Летов. Жаров Летов, да. Ладно, покричился. Причился, добылась. Покричился, покричился. Константин. Прямо как жених тортика. Только поменьше немножко. Покричился, покричился. Ну туда я не пойду. Покричился, покричился, покричился. Ну, уважаю, покричился, покричился. Покричился, покричился. Дед какой-то. Покричился, покричился, покричился. Лыся, перед тобой покричился. Покричился. Оператор, ты снял, как я покричился? Смотри потом, пожалуйста. Покричился. Ну, покричился, ну бывает. Покричился, покричился. погорячился что поделать бывает погорячился погорячился давайте я погоря а вы чился я говорю по горячился я абсолютно верно погорячился я погорячился бывает бывает ну погорячился Погорячился! 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 Ничего не поделать! Бывает! Погорячился! Здорово! Вы что здесь, кино снимаете какое-то? Погорячился! Ну а что хотелось бы сказать в конце? Погорячился! Леха! Гениально! Очень круто! Очень круто! Да! Вот случай, когда наставник команды. Ну, как вы уже все поняли, наш наставник погорячился. Но он наш наставник. И мы все равно за него. Знаете, за время этого сезона Леха нам стал, ну, просто как батя. Да, он исполняет. Да, вечно пропадает. За него периодически. Ну что, периодически? Очень часто бывает стыдно. Но родители не выбирают. И мы его не выбирали. Это он нас выбрал. Поэтому, хочет он этого или нет, мы будем с ним до конца. Скорее всего, не хочет. С вами была команда КВН «Чемодан» города Куриска и Алексей Щербаков! Это был «Чемодан» и их наставник Алексей Щербаков! Где бы он ни был. Ну что ж, прошу вас, если вы можете говорить после такой феерии. Паш, давай. Давай. Послушайте, ну, с каждым выступлением все сложнее принимать решения. Но в вашем случае хочу сказать только одно. Пока до вас не было ни одной команды, у которой бы были долгие продолжительные овации несколько раз за выступление. Нажимаем. Спасибо. Спасибо. Предельно ясно. Спасибо. Константин Обухов. Ребята, вы большие молодцы. И как раз вот здесь для меня полностью команда существует, потому что у них Леша Щербаков. И он никак не помогал команде. Он даже их топил. Иногда хорошо, что наставник может погорячиться. И родится из этого такой замечательный финал, который, я думаю, для всех КВНщиков, которые смотрят эту программу, которые думают приходить сюда, не приходить. И когда видят Лешу, всегда скептически к этому относятся. И вот то, что сегодня произошло, вы большие молодцы. Я знаю, что... Я знаю, что вы переживали делать этот кусок или не делать. И вы хотели его сделать, вы рисковали и рискнули не зря. Ваш путь действительно долгий. И я поздравляю, это было крутое выступление. Спасибо. Класс. Два голоса в копилке команды «Чемодан» из Гурьевска. Александр. Спасибо, Тимур. Шикарное выступление. Много всего интересного. Ну, Дмитрий, мои аплодисменты. Борьба Щербакова с Масляковым трансформировалась в Собчак. Это было очень круто. На самом деле, вот говорили про команду и одного персонажа, актера главного. Здесь все актеры, это шикарно. Савва даже на корточках играл и сейчас немножко играет. В общем, вы все большие молодцы. Для меня было большим откровением, что Леха может играть в команде, потому что даже несмотря на то, что говорят, и его не было, но это было командное выступление. Я получил большое удовольствие и голосую за вас. Спасибо, спасибо большое. Третий голос зарабатывает чемодан из Гурьевска. Тина, прошу. Ребят, я бы хотела несколько слов все-таки сказать о том, что меня сегодня волнует больше всего наставники и команда. Потому что наставник все равно пойдет своей дорогой, а вам жить и работать дальше. Что сегодня показал ваш наставник, то что, в принципе, очень не хватает российским звездам. Такой уровень самоиронии, когда ты делаешь шоу из своей жизни, доступен не всем. И я сегодня в очередной раз поняла, почему с Лешей Щербаковым очень сложно работать. Потому что ты когда о каких-то других проектах говоришь, он всегда начинает пить кровь. Просто вы должны это знать. Он дичайший перфекционист, хотя выглядит однозначно пофигистом. И вот сегодняшнее ваше выступление это еще раз доказало, что за каждой вот такого уровня звездой, которая выглядит максимальным пофигистом, стоит невероятный перфекционизм. Сейчас у меня вопрос к вам. Насколько вы такие перфекционисты? Вот я дам этот шанс, хотя еще раз повторюсь, как и в случае с Мариной Кравиц, очень большой разрыв. Вот вы, да, вы участвовали во всем этом перфомансе, но этот перфоманс имени Лехи Щербакова. Он его придумал своей жизнью. Надеюсь, что следующее ваше выступление не разочарует, и то того стоило дать вам этот балл. Я сегодня эти баллы очень дорого ценю. Слишком много денег мы должны отдать победителю. Браво! Да загорись ты уже! Слишком дорого достается этот балл. Буквально со следующего слова. Тина Кандалаки отдала свой балл команде Чематана. Того в копилке у ребят 4 балла. Можете подойти аплодисменты и отправиться готовиться ко второму этапу. Спасибо огромное! Это очень круто! Красавчик! Очень сильно волнительно. Жюри другое, люди другие. Непонятно, как среагируют. Но мы вроде как собрались и результат на табло. Очень хочется дальше так же сделать все хорошо. На самом деле мы до сих пор ни на секундочку не пожалели о том, что именно в Клёхиной команде мы. Потому что это лучше на самом деле. Команды следующего сезона все Клёхи. Все. Не ходите вообще, пусть я один писал. Он вас не будет трогать. Все, пойдем. В новогоднем выпуске исключительно наши друзья. Вадим Галыгин. Добрый вечер! Марина Кравец. Зайчики мои сладкие. Лейсан Утяшева. С Новым Годом! Тимур Родригес. Всех обнял! И Ольга Бузова. Почему ты выбрала из трех колбас самую маленькую? Главное не размера, а главное, чтобы вкусненько было. У этой колбасы тайное название Эхо Давы. Самым ламповым из всех выпусков шоу Воли. И хорошее настроение Не покинет больше масок. 31 декабря в 19.30. Выключи маск. И Бузову включи. На ТНТ. Итак, закрывает наш первый конкурс команда «Это они», город Тамбов. Вместе, с кем бы вы думали, с Сергеем Светлаковым встречайте. Это Тамбов. Место, где легко потерять зубы и дешево их вставить. Такой паровоз, который с самого начала поехал и доехал до финала. Да, мы там типа перегибаем палку, фалим где-то. Но нам так нравится, нам так по кайфу. Мы здесь, типа настоящий. И несем тот юмор, который мы хотим нести. Я очень надеюсь, что сегодня ну, моя команда прыгнет лучше головы. Тем более, это сделать просто придется. Ладно, все. Идите. Не до вас сейчас. И так стрёмно. Несколько дней назад вот с ногой произошли некоторые изменения. Блин, Сергей очень мощный. Он в форме, он в порядке. Сергей работает, превозмогая боль. Если мы выиграем, то мы молодцы. А если проиграем, то Сютла Кофина вот. Может, им просто не повезло с наставником. Да мы выиграем. Ну что, ТНТ, здорово! АПЛОДИСМЕНТЫ Это я удачно, конечно, задницей на пульт сел. Ну что, телевидение? Давай, просвещай на. Всем привет! В эфире Лига Городов. Ага, Лига Городов. Что там, кто проигрывает, слетает в Лигу? Деревень, что ли? Я не понял. Что за тупой юмор? Предыдущий там кто? Тимур Родригес. Капец. Цирк уехал, лилипуд остался, блин. У меня мелкий в четвертом классе вообще. У него писюн больше, чем этот ведущий вообще. Так. О, Павел Воля в жюри, а? Ну аплодисменты тебе, чувак. Аплодисменты. В телевизоре тебя вижу. Что, Родригес тебя подтянул? Пензюки-затейники. Смотрите, не пензюньтесь здесь вообще, ребята. А что такой худой-то, Паша? Не кормят тебя гимнастка, что ли? Дрищ Пензенский, а? Подкаблучник, любовь у него там. Ты не Павел Воля, ты Павел Утяшев, понимаешь, сейчас. О, там Александр Жаров в жюри. Босс хочет лично увидеть, кому десятка лямов, да, прилетит? Конечно. Чтоб потом лично на карту кинуть без комиссии, да? СМЕХ Такой расчет. Александр, ну вы пока там в Газпроме сидели, улыбались. Я десять лет показания газовых счетчиков назад скручивал. СМЕХ Ну и чё, где мои десять лямов, Саня? СМЕХ А? Камон! АПЛОДИСМЕНТЫ Константин Обухов. Ты кто, б***ь? СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты чё, генпродюсер ТВ-3, первый мистический? СМЕХ МИСИКА, что ты вообще в жюри попал? СМЕХ Кто там еще в жюри? Тина Канделаки, гендиректор ТНТ. СМЕХ Походу, в натуре самая умная. Раньше детей унижала, сейчас пришла взрослых унижать сюда, да? СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ А давайте не будем делать вид, что ничего не произошло. Что это? Блин, на рыбном пилинге уснул. СМЕХ Ногу сломал, блин, чё, не видите, что ли? А как нам-то уступать? СМЕХ Да расслабьтесь, жюри Александр Жаров. Он по образованию врач. Если совсем плохо прям будет, откачает. Нормально. СМЕХ Это как же мало платят врачам, что человеку приходится директором холдинга подрабатывать. СМЕХ Ребята, давайте просто Сергея на другую звезду заменим и всё. Ну да, кстати. Да, пацаны, нормально всё. Я в отличной юмористической форме. Мы сегодня всем накостыляем, блин. СМЕХ Как вам шутёха? СМЕХ Супер. Да, Сергей, мы вообще посовещались. Вот вы из уральских пельменей ушли. У них популярное шоу появилось. С Галустяном разбежались. Галустян плюс. Может вы нас с это тоже вон пошлёте. СМЕХ Окей, по шлю. Только вы, до этого, сначала должны победить. Договор О-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А! Инiseen Ма-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А, Рядом со школой часто можно встретить вот такого толстого, грустного третиклассника, возвращающегося домой. Училка, дура, блин, тупая, блин, казана, вообще, блин, говорит, выйди, зайди нормально, а че мне делать? Если в дверь нормально, только боком могу пройти. Еще это Ленка тупая, как вообще можно не понять, если тебя собачьей какашкой кидают, значит любят тебя всем сердцем вообще. Зачем вообще эта физра нужна, если не потом на переменах сосиски в тесте продают? Я тупо в ноль похожу, блин. Мужчинам сложно ходить на парные танцы, потому что они думают, что там будет именно такой инструктор. Ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз, два, три. Я себе, конечно, наш свадебный танец по-другому представлял. Как минимум со мной. Никита, поймите, вам нет смысла ревновать. Танцоры это существа бесполые. У нас вообще обычная свадьба, а не собачья. Дайте мне тоже хоть что-то попробовать. Ну без проблем, там в углу чай, кофе, угощайтесь. Да мне не нравится ваш танец. Это потому, что она плохо репетировала. Да что происходит? Здравствуйте, я ваш инструктор по танцам, вы ко мне записывались. Ну что, начнем репетицию? Ча-ча, раз, два, три, ча-ча. Сейчас очень много реалити-шоу на выживание. И там, наконец-то, стали участвовать обычные люди. И так на одном из таких шоу. Вы че творите? Кастинг на третьем этаже, вы че устроили, капец? А я на этот, на кастинг выжить в Дубае. Нет, выжить в Дубае на четвертом. Здесь битва экстрасенсов. Я экстрасенс, давай. Давай, давай, вижу, вижу, вижу. Что, что, что видишь? Просто вижу, беленас глаз сошла, доведи меня до выхода, пацан, давай. Пацаны, пацаны, ну давайте я долго выходить, я отсюда поговорю. Номера, конечно, хорошо, но нужен какой-то вот козырь. Эмоциональный всплеск, ребят. Ну я вот в Тину Кандалаки влюблен с самого детства, не знаю, как ей признаться. Есть у меня один знакомый, поможет. Что-то я очкую. Да ты успокойся! Если что не так пойдешь, просто на другой канал свалишь и все. Уверены? Да я сто раз так делал, вообще нормально. Давай, стартуй, лошидзе. Ти-ти-ти. Да хватит тити мять уже. Титина, блин. В натуре лошара. Она ж грузинка. К ней нужен особенный подход. Подходишь, ты говоришь. Тина, я бы с тобой зачахокбелился бы. Давай, давай, коти к ней свои хинкальки. Тина, я бы с тобой зачахокбелился и там хинкальки всякие. Да, Славик, что-то я очкую. Да успокойся, я тебе сказал! Да как успокоиться? У нее друг Рамзан Кадыров. А что бояться? Если бы у нее враг был Кадыров, вот этого надо бояться. Тоже, да. Давай, покажи, кто здесь главный. Давай, пошел. Кадыров. Да не на него, я про тебя говорю, дебил. Лошара. Тина, ну смотрите, какой парень. Он реально очкует. Можете, мы все просим вас поцеловать, просто дать шанс парню. Пусть он в это верит хотя бы. Маленький поцелуйчик в щеку. Пожалуйста, Тина, мы в зал всем поддержим. Сэрлуй! 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 У него просто сейчас инфаркт будет. Иди сюда, мой маленький. Иди сюда, мой хороший. Береги себя. Не нервничай. Поплыла Качапури лодочка. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Сережа худенький-то какой. Откормил бы его хотя бы, пока репетировал. Так вы возьмите на канал, и все нормально будет. Заким, давай добьем. Поздравляю вас, вы на ТНТ. Спасибо. Не, я, я, конечно, знал, что подкаты могут прокатить, ну чтоб еще и на мужиков. Что, понравилось тебе? Мне понравилось. Спасибо, Тина Гивеевна. По очереди зачем называть? Ты что, снился у нее, спроси, блин. Да что я... Дебил. Как лучше всего... У нас столько все настроилось, столько все поперло, ты понимаешь? Мы уже в шаге были. Ребят, ну мы же вообще... Уже прямо почти побеждали. Придурки. Да не надо, не надо, я сейчас сам... Ничего, ничего, я справлюсь. Я доползу. 20 лет ползу и доползу. Сергей, ну это как-то унизительно. Че унизительно? Че унизительно? Какой текст дальше, придурки? У меня... У меня вот импровизация и кончится, блин. Обухов, ты вообще... Смотри, какой довольный, блин. Он первый раз смотрит, что на него люди снизу смотрят. Парни, все, что могу. Давайте его поднимем уже, наверное, да? Ну че? Не импровизируйте больше, наверное. Поднимайте его сюда. Не надо меня трогать. Опустите меня на землю. Опустить на землю? Наши Раши твой потолок. Мы вас не бросим. Ой, капец какой, а. Я из-за вас тут унижаюсь, ползаю. Нога просто пульсирует, болит. А вы меня не слушайте. Несите меня, короче, за кулисы и дальше уже сами. Давай нормально его, че ты. Давай туда, давайте. Да там микрофон снимает. Ну вы капец, конечно, вообще дебилы, блин. Капец, я вообще просто. Я реально капец. Ну вы че, вы понимаете, что ради победы надо быть готовым на все. А нога? Вы понимаете, нет. А нога? Вы просто, что нога? Вы, получается, нас обманули? Нет, я вас не обманул. Сергей, ладно нас, а вот зрители. А то зрители не знают, что по телевизору иногда... Сергей, мы так не хотим. Но мы хотим устраивать все по-честному. Все по-честному. Так что давайте все по-честному. Ну давайте пробовать, че делать-то. Удачи вам, ребята! Спасибо, мужик. Спасибо. За что это мне вообще? Ну, во-первых, представляете, целые сутки человек ходил в гипсе ради этого момента. Сергей Светлаков. Ну что ж, время узнать, кто же из наших замечательных членов жюри готов порадовать команду и Сережу своим щедрым балом. Павел Воля. Павел Утяшев, добрый вечер. Здравствуйте. Сереж, я вот только сейчас сижу и понимаю, что я такой дебил. Я тебя сегодня видел четыре раза в разных штанах и не задался вопросом, как ты их надеваешь через гипс. Ну, да. Ты невнимательный вообще. Слышите, ну давайте я скажу по-честному и быстро. Мне не хватило немножко по сравнению с другими командами и даже по сравнению с вами и с вашим уровнем. Вы сами понимаете, что это выступление, ну, не дотягивает до финала и не дотягивает до голоса. Я ставлю эту кнопку в таком положении и буду честен и перед вами, и перед самим собой. Это его Утяшева задело, видишь, Утяха. Не надо было. Спасибо, Паш. Да ладно, да. Константин Обухов. Да. Мне будет очень сложно, потому что мы с Серегой знакомы очень сильно давно. Он всегда был за эксперимент. Всегда был за то, чтобы юмор был нестандартным. Я знаю, как команде было сложно согласиться на какие-то эксперименты Сереге. И что мне нравится и Сереге, и вас, ребята, почему вы сошлись, как мне кажется, это вера до последнего в то, что может показаться очень странным, как, например, гипс, который два дня человек носил, говорил, что все, я не могу выйти, я не сделаюсь. Меня в туалет носили вообще. И вот это для меня и отличает юмор Сергея и юмор команды от всех остальных. И, возможно, действительно, Паша прав, что сегодня не хватило где-то юмора, может быть, было не на 100% смешно. Но если мы не будем экспериментировать, если мы не будем заходить за какие-то грани, если мы не будем, вот, взрослый человек, ну, посмотрите на него, но он в гипсе два дня ходил ради того, чтобы вас всех посмешить. Я просто реально говорю спасибо ребятам за то, что все бредовые идеи даже из моей головы, они воспринимают, говорят, да давай, да все, да давай. Но просто для меня, если выходить, и вы опять будете бомбить 20 миниатюр подряд и говорить шутки, здесь не родится никакой бомбяры никогда. Об этом речь, я про это и говорю. Ну, какой-то раз сильно зашло, какой-то нет. Ну, надо двигаться, надо экспериментировать. Только так рождается что-то дельное. Поэтому мне кажется, что то, что сегодня было, может быть, было не совсем смешно, но было экспериментально. Поэтому Серега, Тамбов, пацаны, я даю свой голос вам. Голос Константина Обухова пока в копилке у Тамбова. А вот дальше мы узнаем, что скажет по поводу вашего выступления Александр Жаров. Ты кто? Гринч, ворую праздники. Гриша, ворую в праздники коллеги. В Новый год сбываются мечты участников шоу. Это кто такие? Шоколадные Деда Мороза. Никакого соревнования и соперничества. Можно выдохнуть и насладиться атмосферой праздника. Но при этом есть шанс получить 1 миллион рублей. Кто более новогодний, тот и заберет потом этот приз. Лига городов. Новогодний выпуск. 31 декабря в 18.30. Сейчас особенно хочется узнать, как вам выступление. На ТНТ. Голос Константина Обухова пока в копилке у Тамбова. А вот дальше мы узнаем, что скажет по поводу вашего выступления Александр Жаров. Ну, сложная ситуация. Я уже третий член жюри, который говорит, что ситуация сложная. Потому что, с одной стороны, я же с Челябинска. Вот он и что. Я в Ебург-то ездил, так сказать, как в столицу. Поэтому Серега блатной в этом отношении, безусловно, поскольку он с Екатеринбурга. Вот. Потом второй момент. Я молодому человеку обещал. Вас как зовут? Антон. Антон, вы на ТНТ. У вас есть точно шанс. Мы с Тиной за слова отвечаем. Придете, будем пробоваться. Бог даст, что-то выгорит. Вот. Только научись печатать на машинке. Я сейчас хочу о достаточно серьезной истории сказать. Дело в том, что, ну, хотя вы все в юморе уже присутствуете энное количество лет, но вы входите, надо выбирать стиль, в котором вы будете выступать. И я обратил внимание в вашем первом выступлении, хотя там сразу молодой человек разделся, но там не было ни слова мата. Во втором выступлении у вас было одно слово мата. А сейчас вы уже легко материтесь на телевидении, и это плохо. В сцене, где битва экстрасенсов, а выжить в Дубае на четвертом этаже, там не надо было материться, потому что и так было смешно. Я вот про это. Но поскольку Серега Блатной, я за вас голосую. Ух ты! Неожиданно! Спасибо огромное! Александр Жаров дарит свой голос команде Тане Истамбола. И вновь заключительное слово предоставляется Тине Канделаке. Кстати, что первое, что последнее, быть не очень приятно. Но, Сереж, смотри, во-первых, как бы это такое большое, широкомасштабное твое возвращение на телеканал ТНТ. То есть Лига Городова, это все-таки, давайте будем реалистами, это не сольный твой проект, это такая разминка перед тем, что мы готовим в 2024 году. Это и «Казачок» сериал, который продюсирует Сергей Светлаков. Это будет большой новый юмористический проект. Сериал на телеканале ТНТ. И, конечно же, наш дорогой и любимый «Светлаков плюс». И вот сегодня здесь было очень много чего из «Светлакова плюс», из твоего персонажа, которого все любят, по которому все скучают. Ты в определенном смысле, вернувшись, ты наш талисман, ты вернулся. Потому что, когда этот талисман от нас ушел, в какой-то момент даже как будто удача от нас отвернулась. Потому что Беляков должен быть на ТНТ. Но у меня к тебе вопросы, в зависимости от твоего ответа, я проголосую за или против, я скажу честно. Вот мы с тобой много говорили, что в «Светлаков плюс» нам нужны новые артисты. Что мы будем строить фабрику новых артистов. Персонажи. Да, персонажи, которые будут, соответственно, вот этими новыми персонажами, новыми звездами. Вот из этой группы людей, честно, ты кого-то в эти персонажи возьмешь, ты планируешь кого-то взять, кто-то потянет сниматься в следующем сезоне. Кого-то в следующий сезон можно взять? Вот человек, который оперся на костыль, он, мне кажется, имеет все шансы подставить плечо. Вот нормально, мы на Лиге городов. У Канделаги со Светлаковым производственное совещание. Потенциально команда офигенная. Я говорю, что в течение всего сезона. Да, да, да. В течение всего. Да, да, да. Что? Дальше. Дальше, к сожалению, от меня ничего зависеть не будет. Ну, вы все максимально сейчас на меня надавили. Тим, Тим, подожди. То есть просто как могли надавили. Подожди, Тим. Но решение, прости, Серега, но решение здесь и сейчас. По выступлению здесь и сейчас. Сегодня. Давай так, я проголосую за, но я надеюсь, что кто-то из этих людей, вот просто это вопрос принципа. Если мы, как бы, да, там говорим, что вот мы за эту команду голосуем, ребят, вы слабее Светлакова. Когда Светлаков валяется, импровизирует, сводит нас ума, мне звонил сегодня в этом гипсе, свел меня с ума. Да нет, подвиг разведчика, конечно. Вообще просто он нас всех вот так вот, как бы, крутит два дня, устраивая шоу, как бы, просто из собственной жизни тоже и финализируя его на сцене. Ну, то есть вы так можете, вы явно так не можете. Да могут, могут. Могут, могут. Эти ребята могут, я вам точно говорю. Это тот самый редкий случай в истории, когда Тина Канделаки сама сказала, что вы на меня давите, и у вас получилось. Это они заработали три балла. Сергей Светлаков рад за своих подопечных. У вас есть время подготовиться к следующему этапу, а мы просто подарим еще раз аплодисменты друг другу, потому что это финал Лиги городов на ТНТ. У меня новая девушка и работа. Поздравляем. Но мы выиграем просто там с авансом. Мы просто нечестно выиграем сегодня. Запомните это слова. Первый конкурс позади, и вы сами можете видеть, что баллы распределились вот так. Столик три балла, моя команда три балла, Чемодан четыре балла, и Тамбов, это они, три балла. Мы все в равных условиях. Ну что ж, дорогие уважаемые судьи, мы надеемся, что вы готовы, потому что второй конкурс стартует прямо сейчас. Итак, второй конкурс, в котором команда выступит с приглашенной звездой. Какой? Вы узнаете все в процессе. Откроют этот конкурс ребята из Владикавказа. Моя команда вновь на сцене. Поприветствуйте их. Обычная остинская семья ждет свою дочь из Москвы. Что случилось? Вон там, в углу, убей ее. Да, не готова ты еще к роботу-пылесосу. Сейчас выключу. Так, давай быстрее, скоро наша дочка с Москвы приедет, сказала, что приготовила нам сюрприз. Сюрприз? Да. Хоть бы арпуци, хоть бы арпуци. Мам, пап, привет, знакомьтесь, это мой жених. Она что, решила поменять аул на Сеул? Пап. Ахшар. Анатолий Цой. Кристиничка, можете на секунду? Это что за жених? Он нам не подходит. Ну почему, пап? Возможно, от меня странно прозвучит, но он же не русский. Не подходит он тебе, посмотри на него. Волосы уложенные, брови выщипаны, губы такие. Ты вот так за собой не можешь ухаживать? Я тебе чувствую. Пап, ну дай ему шанс, пожалуйста. А я, кстати, знаю ваши осетинские традиции, поэтому я не с пустыми руками. Вот, эйрподс. Ладно, маленький шанс дам тебе. Толь, ты должен понравиться моим родителям. Да как, я не знаю. Ну притворись хоть немножечко кавказцам. Да я русским недавно научился притворяться. И то не до конца. Ладно, пойдем. У меня вопрос. Вы друг друга где нашли? Корец, осетинка. Кто у вас родится? Капибара? Пап! Это что у тебя в ухе? Это пуля? Я на разборку ходил, меня ранили, врачи не смогли достать. С бриллиантом? В тебя че, Кадыров стрелял? Шалам, соседи! Здорово, Валерик. Знакомься, это Цой. Да я не тот Цой. Как не тот Цой? Это не Цой? Да Цой, просто другой Цой. Какой Цой? Цойте! Успацойтесь. Так, Толя. По древним мастерским традициям надо побороться. И чтобы завоевать уважение отца, надо побороть мать. Давай, зарывай! Давай! Ну, хотя бы не проиграть матери. Ну, хотя бы не умереть от матери. Хотя бы не держать обиду на мать. Молодец. Фу, позор. Что скажет про это твоя мать, Анита? Да Анита не моя мать. Вот и правильно, что отказалась от такого сына. Так, я не хочу отдавать свою дочку за такого слабака. Он даже кинжал держать не умеет. Да что тут уметь-то? А где тут травмпункт? Ладно, сам найду. Толь, пап, что ты наделал? Это мой жених. А, не переживай. У меня для тебя другой жених. Где ты его нашел? Вася Тиндери. Так, Брэд, это уже обидно. Я ухожу. Эй, секси леди. Стой! Ты что творишь? Во-первых, это не наш танец, а кабардинский. Во-вторых, наряд у тебя дагестанский. Да в этом-то и суть. Вы разве не видите, что мы с вами похожи? Вот по вам, кавказцам вообще не скажешь, кто вы. Осетины, дагестанцы, чеченцы. По нам, цоям тоже не скажешь, кто это. Анатолий, Виктор, Анита. Ладно. Хоть и в игре в кальмары я задета болел. Ты тоже ничего. Упертый ты. Это что значит? Вы не против, что я буду с вашей дочерью? Не против. Ладно. Решено. Играем две свадьбы. Одну в Москве, другую в Осетии. Хорошо, тогда в Москве все расходы я возьму на себя. Тогда обе свадьбы в Москве. Че туда-сюда бегать? И одно тебе скажу еще. Если хоть один волос головы моей дочери упадет, знай, это генетика. ДАВИД ХЕТАК, ВИТОС, КРИСТИНА, АНАТОЛИЦОЙ, МОЯ КОМАНДА. Ну что ж, друзья, хочу предупредить вас, что во втором этапе финала все голосования случатся только после выступления всех команд. Продолжат на этой сцене смешные люди из Чулыма, более известные как Столик. Погнали! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, представьте в обычной квартире в канун Нового года. Здрасте! Электрика вызывали? Да, у нас проводка каратит. Вы посмотрите, а я пока в соседней комнате буду. Добро! Нихрена себе, богатые даже икру купили. АПЛОДИСМЕНТЫ Извините, забыла. Икринка! Тем временем под столом. Икринка! Андрей Гайдулян в сериале «Таракаша» Таракане. АПЛОДИСМЕНТЫ ВОУ! Вот это да! Не у всех людей есть икра, а тут у таракана! Подарю жене на Новый год! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогой! Ты мусор выкинул? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты дурак! А что мы есть будем? АПЛОДИСМЕНТЫ Точно! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Там под ванной накапало. Это на Новый год или сейчас можно? На Новый год, конечно! Понял! Так, все, мне пора под стол накрывать. Поэтому я за продуктами. А то холодильник через секунду закроется уже. А ты будь здесь и жди гостей! Все, давай! Одна на газей, шестая там! Давай! Ладно, что у нас по телеку? С вами Марина Паук и это новости с потолка. На Тараканском кинофестивале высшую награду получил фильм «Паразиты». Журналист Юрий Шмель официально признан колорадским жуком. Правильно! А у нас экстренное сообщение. Со стола упала икринка и приземлилась в районе семьи Таракановых. Подробности уточняются. Алло! Что значит трафик рафинада перешел к муравьям? А, ненавижу этих кисложопых! Ну, привет, сынок! Смотри, какой здоровый, а! Мадагаскарский! Почти звезда! Его отца на звездах в Африке сожрали! Помню, помню, было. А ты чё, опять очистился из универа? Ты пойми, сынок, без бумажки ты букашка! Ха-ха, папа, как смешно! Я под столом! Ну, серьёзно, хватит уже, отстань! Мне уже не 18 дней! Ладно, что с икрой твоей делать будем? Икринка – это подарок жене на Новый год! Да зачем? Давайте её продадим! Заживёте! Переедете в Ковёрск! Там как раз у хозяев пылесос сломался! Город богатеет с каждым днём! Ещё и аквапарк открыли! Здорово, сосед! Слушай, мне тут телевидение нашептало, что у тебя икра есть, муж захалывает. Кузнечик, пошёл вон! А, жаль! А чё это с ним? Да он постоянно на траве сидит! Здорово, сосед! Есть тыща, послезавтра отдам! Ты не отдашь, я знаю, ты однодневка! А чё у тебя икра? Давай я схаваю! Икра – это подарок жене на Новый год! Ой, каблучник! Спасите! Помогите! Кузнечик, что с тобой? Меня лягушка хавает! Здоровяк, чё стоишь? Разберись! Квозёл! Дорогой, я вернулась! Любимая, а у меня для тебя настоящий новогодний сюрприз! Это икринка тебе! Мне? Спасибо, моя любимая! Да зачем мне эта икра? Давайте продадим, говорю! Да, 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 да! Отдайте икринку! Отдайте икринку! Отдайте! Насекомые! Вы что, ведёте себя как люди? Икра не должна ссорить! Это единственное, что в новогоднюю ночь объединяет бедных, богатых, а теперь ещё и нас, тараканов! О! Снег пошёл! Это не снег! Это соль! А я слышала... А я слышала рассыпать соль! Это плохая примета! Не! На Москву опустилась зима За окошком опять кутерма И снежинки летят, и гирлянды горят В новых тёплых хрущёвских домах Икра зернистая В каждой гринке янтарное солнышко чистое Тем временем в мире людей Очень круто, очень креативно В каждой гринке янтарное А эти сделали большую творческую работу Мне повезло очень с ребятами Я реально проникся Мы достаточно много репетировали вообще-то, если честно Да, два раза Это много по местным меткам Я настоящего артиста Это много Короче, мне очень понравилось быть с ребятами Очень нравится их юмор Это немножко, как бы так сказать Без мата Мета Мета-ирония 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 Ну да? А в последнее время в России очень популярны турецкие сериалы Ну, например, скоро на ТНТ выходит адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Мы решили тоже не отставать от тенденции и сделать свою версию турецкого сериала Итак, Турция, 16 век, жестокий султан Эх, кто жестокий? Кто жестокий? Кто жестокий? Я? Ты чего? Я же смешной, веселый Вон, как животик надорвал Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Мой султан, мы перевезли для тебя русский девушкам Замечательно, теперь у меня будет полная коллекция Немка, полячка, француженка и русская Буду шпейаться, как в анекдоте Ха-ха-ха-ха-ха-ха Покажите мне мои красота Брал! Брал от меня свои руки волосатые Красатые, такие сексуальные. Я надеюсь, кому надо увидели, что я не по своей воле из страны уехала. Мариночка, ты будешь самой моей красивой наложницей. Кто, я? Нет, подожди, ты сходи, посмотри. Ты что, первый попавшийся, так толкнул? Ой, какой дерзкий женщина. Мне нравится. Ну, тогда тебе повезёт с тёщей. В 16 веке это ещё свежая шутка. Мариночка, свет моих очей, любовь всей моей жизни. Ты что, по-русски-то хорошо лопочешь-то, а? Меня научил один русский путешественник, смотри. Привет, я хороший педик. Ты точно русский. Мы шведские воины под руководством Людвига Четвёртого. И мы пришли... Извините, пожалуйста, можно вас перебить? Перебейте их! Ну что же, Мариночка, наконец-то мы с тобой остались вдвоём. Всегда мечтала женщина, у которой есть за что ухватиться. Нет, подожди, чтобы за что-то ухватиться, тебе в Таиланд надо. А мне домой, у меня там куры, да и муж меня ищет. Четвёртого, у тебя есть муж? Я думал, ты девственница! У меня есть фотография, где я девственница, но это в фильм к маме ехать надо. Ха-ха, какой смешной русский. Люблю тебя, жить без тебя не могу. Мариночка, этот цветок тебе. Да что ж ты делаешь-то, а? Ну что ж ты за мной так ухаживаешь, что у нас за могилками не так ухаживают. Мариночка, я дам тебе всё. Золото, шелка, мех, а ты дашь мне свои булочки. Интересная зерновая сделка. Кажется, настало время познакомить тебя с моими жёнами. Проходите, проходите. Вот он, вот он мой гарем. Самой красивой женщины мира. А ты прям уверен, да? Я бы на твоём месте сделала этот, как его? Анпакинг. Всё, давайте, шуруте отсюда. Это мой дворец. Здесь будет всё, как я сказала. Значит так, вот эти все ковры с пола убираем. И на стены вешаем. Зачем, Мариночка? Слушай, я сама не знаю. Душа прям просит. Ай, Бурак, Елмаз, ты чего творишь, Мариночка? Ты тут всё испортить. Я так больше не могу. Ты разбила мне сердце. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Всё-всё-всё, не сыпь мне соль на рану. Здорово. Я Юрец, Маринкин муж. А, привет, я хороший педик. Понял. За руки не здороваемся. Ты чё тут делаешь? Всё, я теперь живу во дворце. О, как? Да. А, а чё тебе дома не живётся? Потому что я устала бояться в туалет упасть. Ну, понятно. Юрец, забирай своя жена законная, она тут всё попортит. Да какая она мне законная? Мы когда венчались, я пальцы скрестил. Оставайся здесь. Я тебе сказал, забирай её. Сам забирай. Сам забирай. Сам забирай. Ты забирай. Заткнитесь, давай-ка я решу сама, кому я жизнь портить буду. Юр, ты чё? Ты ж мой муж. Одумайся. У нас могли родиться такие прекрасные дети. Ну, какие родились, такие уже родились. Чё ты начинаешь, Марин? Так всё, Юрец, я тебе сказал, забирай её. Она сумасшедшая. Она повесит все мои ковры на стены. Разогнать мой гарем. Да и вообще она не девственница. Во-первых, ковры на стене – это красиво. Во-вторых, жена должна быть одна. А в-третьих, вот фотография, где она девственница. Юрка. Я ж тебя люблю. Дура ты моя. Почему дура? Ой, Султан, смотри, вот у тебя золото, все богатства мира. Гарем вот собираешь. А всё потому, что единственную-то ты не нашёл. Пусть она и дура, зато своя. Мы поедем. А ты, чтоб Султан не грустил, вот тебе мой брат родной Серёга. Стаким! В завершение нужно было бы сказать что-то хорошее, но мы из Тамбова и красиво говорить не умеем. Поэтому скажем просто, Лига Городов, мы тебя любим, дура ты наша. Ну что ж, друзья, осталось увидеть сегодня только чемодан. Встречайте представитель города Гурьевска. Погнали! Все команды сами выбрали себе звёзд. А команде чемодан было предначертано встретиться со своей звездой в назначенное время в назначенном месте. А мы на 100% уверены, что сегодня победим. Потому что у кого-то звезда Анатолий Цой, у кого-то Андрей Гайдулян, а у нас волшебник. Кто-то может спеть песенку про то, как он надевает колечко на пальчик, а кто-то может наложить родовое проклятие. Кто-то может сыграть сыночка миллиардера в известном сериале, а кто-то может разрушить вселенную. Вы же можете? Безусловно. Не сейчас. Так, это кто? Ты чего? Это Александр Шепс, победитель битвы экстрасенсов. Чё-то я сомневаюсь в его способностях, ладно? Отгадайте... Ножницы. Нашалеть! У него реально магические способности. Конечно. Это же самозванец. Здравствуйте. Я Александр Швепс. Победитель чё-то там примерно пятнадцатой битвы экстрасенсов. И как понять, кто из них настоящий? Ну, конечно же, я. Ведь я потомственный торолог-мамолог. Твою бабку звали Галя. Нет. Мне нужно больше информации. Её звали Сузанна. Нет. Тогда я всё-таки возьму карты. Да он же не настоящий экстрасенс. Закрой свою экстрасенсорную пасть! Я обладатель синей руки и потерянной варежки. Да я Светлакова на ноги поставил! Хорошо, я покажу вам свою силу. Но для этого мне нужна кровь сильно натрахавшегося человека. Может, девственника? Уже давно нет. Ты идиот? Что? Аван Акидабра! Ты идиот! Это же смертельное заклинание! Александры, вы можете предсказать победителя Лиги Городов? Да, но для этого мне нужно сесть в зал и подождать пару часов. Он самозванец. Ах так! Тогда узрите мою силу! Вагина дентата! Вы за это заплатите! Ты разбил, ты и заплатишь. Мы очень нечистоем. Хорошо, я сам заплачу. Дайте мне последний шанс. Я могу с легкостью отгадать полчеловека. Это Мэган Фокс. Нет. Я... Марат Башаров. Добрый вечер. Я Марат Башаров. И это самое главное юмористическое шоу страны. Битва экстрасенсов. Сегодня... Сегодня мне выпала честь... Благодарю. Сегодня мне выпала честь открыть самую главную интригу сегодняшнего вечера. Итак, у меня в руках два конверта. В одном из них находится имя самого сильнейшего экстрасенса. А во втором имя команды победительницы Лиги Городов. С какого конверта начнем? Марат, давайте потянем интригу и откроем конверт с победителем битвы экстрасенсов. Ну хорошо. Итак, я открываю белый конверт. Итак, лучшим экстрасенсом становится... Чемода... Чемода... Я же просил подписать конверты! Я пойду, потому что меня еще ждет много новых других проектов. Каких проектов? Я пошел! Погорячился, погорячился, простите. Погорячился, погорячился. Ну все, ну погорячился, иди. Погорячился. Все. Ну что, Лех, легче стало? Всех обошел. Перед кем погорячился. А легче что-то, честно говоря, и не особо-то стало. Вроде и правильно дело сделал, а смысл жизни, как будто бы пропал. Кого мне теперь засирать? А это кто? Экстрасенсы? Что, как? Экстрасенсы. Обидчивые? Да не очень. Чем занимаются? Да чем там? Колдуют, зелья варят, будущее предсказывают. Будущее? Угу. Они же даже не представляют, что их ждет. Александр Шепс, Марат Пожаров, Алексей Щербаков и Чимоган. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж, все, друзья. Выступлений больше не будет. Это значит, что пришло время принять решение. На этой сцене появляются все финалисты первого сезона Лиги Городов. Друзья, под бурный аплодисмент. Я приглашаю вас вновь на сцену. Ну что ж, если в первом конкурсе наши члены жюри голосовали после каждой команды, то сейчас кнопку можно будет нажать только один раз. Отдать свой голос можно только одной команде, но теперь ваш голос, уважаемые члены жюри, равен двум баллам. Ну что же, пора определить чемпиона первого сезона Лиги Городов. Павел Воля. Послушайте, но прежде чем принимать решение, я хотел бы сказать огромное спасибо всем командам, всем наставникам и всем звездам, которые выходили на сцену. Спасибо огромное. Это было удовольствие. Я не буду долго тянуть, томить, тем более, что интрига еще вся основная впереди, когда проголосуют все. Я однозначно двумя руками и худыми пензенскими ногами за чемодан. Итак, команда чемодан из города Гурьевск получает голос Павла Воля равный, я напоминаю, двум баллам. Что будет дальше, абсолютно непонятно. Это и прекрасно. Тина Канделаки. Владикавказ. Вы понимаете, в чем дело? Вот мне в спину кричат Владикавказ. Но, вы знаете, справедливости ради, я хочу сказать, что номер удививший меня, это номер Марины. Потому что на самом деле это сложный юмор. Вот если у вас был хайповый, крутой юмор, то у Марины был очень сложный юмор. Вот такое придумать, такое как бы закольцевать, и вот с того, с чего вы начали, и чем вы закончили, раздавив эту икринку, для меня это, конечно, очень близкий юмор. Когда в одном мире происходит вроде бы незначительно, как по Брэдбери шаг, в другом мире мир может разрушиться. Я вспомнила моего любимого Брэдбери, мне это очень понравилось. Вот именно такой юмор мы просто обязаны сохранить. Может, он не будет вируситься в ТикТоке, может, он не будет рвать и становиться виральным. Но он важен и нужен, потому что юмор – это прежде всего интеллект. И я голосую за интеллект. Спасибо огромное. Голос Тины Канделаки, равный двум баллам, я напоминаю, достается команде «Столик из Чулыма» и их наставница Марине Кравец. Константин Обухов. Я не думал, что будет сложно. Я знаю выступления, я знаю, как ребята готовились, но мне сейчас невероятно сложно говорить. Позвольте мне чуть-чуть сказать побольше про проект, потому что самое сложное сделать в России телевизионный проект про командный юмор. Потому что для меня, как для КВНщика, КВН является, наверное, лучшей программой, в которой молодые дарования начинают свой путь именно командно. Я КВНщик, я Серега КВНщик, Марина КВНщик, Леха, просто ему не повезло в своей жизни. Артем КВНщик, благодаря КВНу я здесь. Вот я хочу сказать большое спасибо, во-первых, КВНу за то, что... За то, что он вдохновляет и позволяет развиваться. Поэтому мне сейчас сложно. Потому что от того, что я сейчас дам кому-то голос, какой-то команде, чья-то судьба решится, и они будут абсолютными победителями. Кто-то будет проигравшими, кто-то возьмет денег. Кстати, в КВНе денег не было. А здесь, благодаря ТНТ, у нас есть 10 миллионов рублей. Спасибо большое каналу. Пока. Но самое главное, это не деньги. Самое главное, это то, что мы здесь делаем. Самое главное, что у нас есть площадка. И я знаю, и вы знаете, что будет второй сезон Лиги городов. И будет и третий, и будет, я надеюсь, и четвертый. И мы будем идти дальше, и дальше, и дальше. И такой командный юмор, ну, мне нравится. Я готов тратить свою жизнь на то, чтобы эти команды и другие молодые команды выступали на сцене. Спасибо вам большое за это. И тебе спасибо. Спасибо вам большое за то, что даете возможность. Но теперь к решению. Я скажу честно, я скажу по сегодняшней игре и по сезону. Для меня единственная команда, которая дошла до сезона уверенно и росла от игре к игре, и от выступления к выступлению, это... Команда Чемодан. Спасибо. Спасибо, Костя. И вновь... И вновь голос нашего наставника, члена жюри, продюсера этого шоу, отправляется команде Чемодан из города Гуривск. И таким образом у вас два голоса, но четыре балла. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что же. Тяжела ты шапка Лиги Городов. Конечно, последнее слово, как всегда, за вами. Вы знаете, я вот слушал всех своих коллег в жюри, и какие мы... Ну, то есть мы из одной команды, и мы вроде думаем одинаково, но выводы у нас получаются разные. Лиги Хавказ. Мне очень понравился спектакль. Это прям спектакль. Было начало, апогей, финал. Замечательный Цой, он вписался, Толик, в вашу команду. И вот все было здорово. Мне очень понравилось, но это было ожидаемо. Получил удовольствие, и мне немножко не хватило послевкусия. Я люблю арт-хаус. Марина, браво. Ларс Фонтриер, я не знаю, Гавка. Вин Вендерс, небо не над Берлином, а под столом. И вот все было шикарно, пока монтер не растоптал тебя. Ну, другой финал должен быть. Ну, тараканы должны были победить. Вот. У вас, значит, Амбов, Ханума была прекрасная. Это был не Султан, это была Ханума. Аплодисменты. Это, кстати, правда. И что меня на самом деле... И что меня на самом деле... Вот я до последнего думал, как, куда... Вот то, что Леха вышел в конце и замкнул вот то, что началось в первом выступлении. Чемодан. Бам. Победителем первого сезона Лиги городов становится команда Чемодан из города Гурьев. И их наставник Алексей Щербаков. Это была Лига городов. Меня зовут Тимур Родригес. До следующего сезона. Пока. Это Лига городов. Это Лига городов. Ты узнаешь Всех Даже в гриме Иван Васильевич меняет все 31 декабря в 20.30 Боже мой... Мэти Макконахи Бенедикт Камбербэтч Николас Кейдж Кеша На ТНТ Мэти Макконахи Мэти Макконахи Мэти Макконахи Р онлайн Боже мой мир